всем привет продолжаем играть якобы играть fallout и сегодня до расскажу надеюсь историю создание этой игры не думал что это затянется на так долго эта история но так получилось довольно таки ну не знаю можно даже сказать сложно сложновато это все делать играть пытаться и рассказывать тем более это не по памяти я под подочитываю эту историю создание игры fallout и так в прошлый раз прошлый раз я закончил на тем что что наш герой на один из создателей грейм скотт похвалил третий fallout именно за то что можно было перед выходом во внешний мир еще походить внутри убежища поиграть чуть-чуть проникнуться этим и потом выйти во внешний мир и увидеть как она как она вообще в этом внешнем мире ну где-то так ну надеюсь успею сегодня до рассказать итак продолжаем историю как говорит скотт еще одну безумную идею он подсмотрел игре ultima 7 все npc жили по готовому расписанию кстати это есть и здесь в фоллауте то есть определенный npc у них есть свое там расписание и и они ухты плазменный пистолет нашел и они живут по этому расписанию то есть кто-то там с 9 утра до 6 вечера может присутствовать больше он его мы может и не быть то либо он может уже с вами не общаться в позднее время кто-то наоборот может появляться только ночью не помню какой-то квест был то ли в первом то ли во втором фоллауте но там было короче привидение которое надо было ловить только только ночью так так вот эту идею он подсмотрел ну к примеру как он говорит дровосек вставал в 6 утра до 7 сидел за столом потом работал до 5 вечера потом оставался дома до 9 вечера и потом ложился спать и это создавало убедительную видимость живого мира скотт не собирался конечно же копировать эту идею а хотел ее расширить следующим образом они могли бы описать некоторые действия которые необходимо было выполнять на той или иной работе так что нпс чистящий колес канализации к примеру точно знал куда идти что делать и сколько времени это займет а то есть если бы игрок захотел понаблюдать за ними он вел бы себя адекватно то есть не просто стоял бы где-то чё там делал и какие-то логические ну за действий у действий какая-то была там скажем так логическая завершенность что ли а также можно было менять список задач нпс если к примеру договорились с дружественным нпс о встрече у фонтана восемь вечера он смог бы подправить свои расписания чтобы побыть у фонтана с 8 до 9 а если бы вы заставили его ждать то он бы этот нпс разозлился оставь меня в покое с ножиком стоит видели гуль стоит с ножиком так давайте сюда зайдем он говорит где-то найти какие-то части надо какие-то части так так же при смене обстановки к примеру если кто-то начинает стрельбу в городе нпс могут сменить занятие чтобы позвать на помощь или на помощь спрятаться или поговорить с нарушителем говорить можно с кем угодно и на любые темы будет ряд прописанных личностей с переменными переменчивыми эмоциями и они будут помнить нашего игрока если вы их рассмешите или поможете в чем-то они будут относиться к вам с уважением станут вашими друзьями или даже влюбятся вас так сейчас и залезу поскольку любой персонаж может стать вашим другом врагом или любовником технически можно будет взять любого из них в свою команду навык соблазнения должен был играть большую роль личность личностные разногласия тоже имеют значение если ваши действия скорбят последователя он уйдет однако личность со временем меняется нпс который постоянно недоволен вашим к примеру алкоголизмом в какой-то момент может присоединиться к вам в зависимости от силы личности так же репутация тоже решает так же у рпс отлично подходил для работы с репутацией так чтобы она опа дроби дробовичок дубинка возьмем так вот это джайру у рпс отлично подходил для работы с репутацией так что она играла важную роль при обращении с нпс так чё это такое настенная лампа а тут есть где-то двери что ли как мне как мне пройти блин темно ничего не видно попробуй-ка я поспать я тут не могу отдыхать хотя лишь как говорит скотт хотя лишь очень малая а по поводу репутации по мере прохождения игры к примеру люди говорят они говорили бы эй да этот парень убил гизма в джанктауне и причем реакция могла отличаться в зависимости от личных качеств нпс и хотя только малая часть задуманно попала в игру скотт был рад что впоследствии игры задействовали игры задействовали те же идеи когда анонсировали файбл скотт немедленно заявил вот видите я не сходил с ума это можно сделать и смотрите они делают это именно так и как оказалось ролевые игры это сложно так давайте я найду выход а потом продолжим блин тут ничего не видно где-то ж должна быть дверь ночью ничего не видно кто-то вроде стоит а вроде и не стоит как мне отсюда вылезти спать я здесь не могу наверное надо переночевать я сейчас бегаю к этому чуваку переночую до утра или сейчас схожу еще сюда может быть тут что-то есть а тут еще он есть то в любом случае я переночую до утра потому что ночью ничего не видно так где тут и до шести утра и так продолжаем с самого начала фоллаут должен был стать первой ласточкой в целом цикле игр они скотт с командой хотели точно передать механику jrpc в цифровой форме таким образом они смогли бы использовать основной движок снова и снова для последующих игр для последующих игр в самом начале разработки скотт занялся дизайном основного интерфейса команда хорошо знала jrpc поскольку они часто в нее играли это очень глубокая ролевая система с кучей возможностей для сражений и применения навыков их там просто несчетное количество в то время как говорит скотт он был влюблен так что то оно ладно я понял там наверно выхода нету бегу сюда что то оно не совсем посветлело так тут я же всех убил я понял не сюда надо бежать в то время как говорил скотт он был влюблен в игру xcom ufo defense кстати очень крутая игрушка советую вообще-то многие визуальные черты фоллаута основывались на перспективе 3 дроп 4 из этой игры что-то я не понял но это касалось интерфейса скоту хотелось повторить неподвижное горизонтальное боевое меню состоящие из иконок и он сохранил большие кнопочки демонстрирующие находящиеся в руках оружие выглядело очень симпатично ну вот в данном случае да большая кнопочка не показано оружие но список оказался столбик велик так что надо было искать другой способ различать их между собой так ничего нету я поспал до 6 утра но о ремонтный набор я думаю он пригодится как раз при ремонте этого чипа так ну вот дверь я увидел вроде бы двери но а тут просто проход так это здание извини это здание я хочу не если не просто гулял держись подальше блин а зайти сюда можно ничоси гуль бандит даже есть хорошо хорошо так 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 мне ж надо все таки найти починить этот чип этот чип а нет тут выхода нету тут наверно двери но блин ну почему еще так темно елки-палки походу опять надо поспать хотя бы до 9 утра в 6 утра уже должно быть светло хотя кто их знает в ихнем постапокалипсисе может быть так сейчас сколько 603 еще два часа поспать вот так блин мне бы еще кого-то поубивать чтобы опыта получить опыта ладно ладно продолжим в конечном итоге с код получил интерфейс который честно давал доступ ко всем действиям которые доступны в дже у рпс так это совсем другое дело и по мере разработки стало ясно что полное внедрение дже у рпс сделает игру очень сложной чем и чем по-настоящему следовало бы заняться так это облегченной версии этого дже у рпс подходящий для их игры так а я тут был или нет блин где тут окошечко а вот кто-то в тюрьме у них тут блин а мне надо отремонтировать мне надо найти какие-то части которые попросил найти этот гуль лидер гули их кто это такие я скажу позже после того как закончу короче эту эту историю которая уже длится долго уже аж поднадоело и в результате разработки дже у рпс уже начал приносить проблемы из-за своей сложности ой 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 дже у рпс начал приносить проблемы к тому времени два человека из команды только что закончили наступительный ролик и в это этот ролик состоял из документальной нарезки в стиле черно-белого телевидения пятидесятых годов вкратце рассказывающая о событиях страшного будущего вот этого я не ожидал тогда я сохранюсь потому что неожиданно на меня напали какие-то мудаки и получается сейчас они меня о а здесь совсем другая система да давайте ударим в торс на тебе ну это да как бы как бы не очень хорошо что он увернулся надо сваливать блин они медленно ходят они ходят медленно надо короче этих дальних на надо 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 как-то как-то по торсу ему долбану да на тебе падла выжил давай давай подходи и в следующий сейчас получу уровень и надо прокачать еще блин а он то смотрите какое крепенький два удара молотом на тебе да что ого ого это в мои планы не уходило давайте попробуем последний раз ударить хоть одного завалить и надо сваливать да таких бить долго придется блин а я получается наверное убежать уже не успею вот он увернулся ну да ходят они действительно медленно но дело в том что сколько он уже ударов пропустил и он все равно падла встает все равно встает хотя я их не трогал может быть они заметили что я не с этого района типа слышь ты с какого района закурить кодай а я такой да ну я тут проходил я тут так ребята не трогайте меня но говорить походу с ними бесполезно я так вижу это настоящие беспредельщики без всяких разговоров тупо напал еще и уворачивается да хорошо что очень мало ходят мало очков у них у них действий поэтому можно вот так вот по чуть-чуть их выманивать и бить и бить по торсу есть рова завалил так ладно короче это был ролик который они выпустили нарезка в стиле черно-белого телевидения 50-х годов 50-х годов который вкратце рассказывает о событиях страшного будущего событиях страшного будущего походу я сделал ошибку на тебе на тебе два раза ударил падла блин ладно ладно надо валить сюда потом вот сюда это была короткая сценка но она четко давала понять что что перед вами жестокая игра всем понравился ролик и чтобы держать там главного в курсе событий они отправили этот ролик ну как бы ему а вот и случилось худшее как говорит скотт ролик не одобрили они сказали что ролик слишком жестокий команда стила очень удивилась типа они вообще видели игру над которой собственно говоря они работали там как говорит скотт кровь и насилие повсюду и говорит скотт мы же на технологическом пике жестокости в нашей игре можно бензопилей бензопилой распиливать людей надвое там типа убивать детей и все такое ну понятное дело что они не совсем следили за разработкой и слова этого главного Джексона о большом количестве насилия канули в лету после отказа стало ясно что игру потребуется серьезно изменить чтобы получить одобрение от владельцев прав GURPC и надо было решать сохранить GURPC ограничив творческую свободу и пойдя на свободу у каприза владельца системы или избавиться от игровой механики и интерфейса который уже работал в игре и начать заново так сейчас вот так и родилась система спешил система спешил это вот я уже говорил вот у нас спешил то есть по первым буквам вот этих характеристик основных ну а дальше это не просто как бы эта система аббревиатура или как ее назвать там довольно таки сложная штука вот и вот родилась эта система спешил которая практически повторяла облегченную версию GURPC которой не пользовалась и в конечном счете все обернулось добром как говорит Скотт запомните всегда заканчивайте то что начали так так сейчас этого еще забьем одним так что там дальше скотт говорит что одним из сложнейших в его жизни решений был уход из интерплей во время разработки фоллаута его старый друг бургер билл основал новую компанию и пригласил его на роль креативного директора сюжет фоллаута был дописан места и персонажи и миссии были определены и чувство дискомфорт из-за любви к интерплей к фильмам и вспоминая закрытые игры скотт все-таки согласился на предложение билла и в те годы он жалел что не довел фоллаут до конца хотя он многому научился в новой студии вот и он как бы описывает что как бы как бы как бы в душе была пустота ну можно понять в принципе столько времени играл точнее и провел за раз за разработкой игр разрабатывал игру своей но не мечты ну что то такое короче 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 он как бы не довел до конца но все таки фоллаут вышел вышел и его появился продажа и и и скотт на тот момент стукнуло как раз 25 лет как он пишет и он оседлал свой верный велосипед двинул в торговый центр с горсткой подаренных на день рождения денег но это он так шутит на самом деле к тому времени уже у него был автомобиль и он поехал туда на автомобиле но суть не в этом как он говорит он пошел в отдел обогнул стойки с играми playstation nintendo и направился в самую дальнюю часть где находились игры для PC то есть для персональных компьютеров да елки палки когда же вы сдохнете на тебе есть и он зацепился взглядом за коробку со стилизированной ржавчиной то есть это я так понимаю был Васселанд или Fallout или Fallout да это был Fallout это на него нахлынула ностальгия по Васселанд но он купил уже только вышедшую игру Fallout и как говорит Скотт он был полностью доволен сюжетом персонажами окружающим миром и как бы как вы уже поняли Скотт был не до конца на разработке этой игры но много чего привнес и ну в Fallout много чего появилось благодаря в основном ему и еще там парочке товарищей и вот на данный момент он как из прародителей он хвалит игру и даже и там и третий Fallout и третий третий Fallout как бы и в целом ему все нравится тот мир который был создан и как оно постепенно идет дальше ну в целом вот вот где-то вот такая вот история надеюсь это было не сильно нудно потому что на самом-то деле не думал что вот так вот все выйдет думал это как-то простенько за одну серию там расскажу эту историю ну подчитывая понятное дело но как оказалось это растянулось на три так пора время думаю может быть уже чуть-чуть поиграть поиграть и так гули кто такие гули ну есть гули разные есть гули мы их видим в принципе каждый день в основном это дети так говорят гули гули это маленькие голуби бывают и большие голуби жирные такие которые ходят вокруг с таким видом как будто бы они что-то замышляют не здорово так вот вот есть такие гули которые которых мы видим часто в своей жизни вот а есть вот такие гули что кто это такие гули были когда-то людьми которые не успели попасть в защитное убежище во время бомбардировки так сейчас о нормалек не успели попасть в защитное убежище во время бомбардировки и облучение придало им повышенную сопротивляемость радиации то есть они также гули получают бонус к сопротивлению к ядам ну то есть это вот такие типа как бы и люди вроде но с особыми способностями но физически они слабы физически они слабы и использовать тяжелое оружие они не могут так давайте-ка я сохранюсь сохранится и новый уровень и что у нас на новом уровне на новом уровне мне надо бою кувалды вот это прокачать докачать надо чтобы 101 процент пусть будет так это у меня ножи кувалды копья дубинки и так далее так это кто сколько у нас там до нового уровня кстати кстати 643 800 до нового уровня но нормально нормально так мне же тут надо найти мне надо что-то починить мне надо починить этот гуль попросил меня починить где где это все чинить а он попросил найти какие-то запчасти вот вот это кто такие гулия сказал да то есть они еще могут встречаться там под разными названиями упырь мертвяк ну можем кто-то называть зомби то есть гулия это жертвы великой войны и из-за некроза тканей они потеряли привычный человеческий облик так наверное мне все-таки надо вот сюда будет заходить в эту хатку и сюда надо скорее всего попасть 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 а двери тут где-то по идее есть или через канализация вот это что у нас это стена так вот это гулификация еще называют ну превращение да людей сделала гули почти не не восприимчивых к радиации и старению и гули живут очень долго уходи мне нужно опуру опусти меня пожалуйста я же сказал ах ты мудень ладно пока воевать с ними не будем хотя можно было бы попробовать но наверное я щас а я щас с этим разберусь торс о уже 95 на тебе гули живут очень долго это и больше лет казалось бы я прокачался но надо бы убивать уже на тебе он тяжело ранен но продолжает идти на тебе но это гули я так понял не связаны с теми что только что у двери стоял потому что он бы сказал мог бы слышишь ты а ты там моих товарищей только что там убил видимо у них тоже есть типа совсем уже огулевшие которые там как зомби да ведут себя ну типа ничего не соображают там и типа еще разумные которые которые наверное меньше получили радиации в ранних версиях концепт арта фоллаута гули описывали как ну давали им название кровавых людей то есть в мире фоллаута гули встречаются повсеместно практически везде их можно встретить давай давай добивайся на тебе да помришь ты елки-палки может хоть сейчас помрет 126 очков опыта а сколько а а тут еще батарейки сколько же урон 15 35 офигенно у меня просто не прокачано это опачки а у меня нет нет стимуляторов печально так ладно полезу-ка я в канализацию может быть а это тоже не особо это гуль-бандит он тоже не особо приветливый надо слазить в канализацию гулификация как я говорила под гулификацией подразумевается что ну это превращение обычного человека в детали для насоса так еще раз где мне их искать как я уже говорил где-то они в канализации под водоразделами иди на восток отсюда затем поверни на север в том направлении и будет водораздел мне надо на восток идти и потом на север карта восток север ага вот вот сюда надо идти и где-то в канализации где-то под водоразделом там ладно хорошо пошли только у меня мало жизни дружище может быть я подремаю бренд 111 дней осталось я ребятки я даже не знаю этими рассказнями о истории о истории на пропускал тут вот сейчас грубо говоря профукал уже три дня давайте до утра еще и еще два часа вот 106 дней осталось блин ладно погнали среди разработчиков первых частей фоллаута нет определенного мнения происхождений гулей так 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 нет он говорит идти дальше на север под водоразделом наверное имеется ввиду вот сюда ну вот я сюда так я тут был а вон еще смотрите я понял мне надо карта мне надо как-то туда добраться я сейчас вылезу сюда потом я такого надо найти спуск спуск где-то даже должен быть спуск так ну по идее да только где надо здесь основательно полазить опачки нарвался так вот и желтая а есть красная надеюсь на меня не все согрятся потому что это будет печально нет на меня согрались все и это ничего хорошего я здесь а я а я не сохранился и это серьезные гули смотрите у них очень много очков и похода не мне сейчас убьют а где я последний раз сохранялся я и не помню вот так вот как вы видите случайно трону блин ящичек зацепил плечом давайте я тут и загружу ну его нафиг потому что это сейчас я добью вот и надо нам пойти найти получается этот ввода раздел надо его найти и найти там эти части по идее после того как я починю этот этот я по идее то ли чип могу получить то ли но в любом случае но или он не подскажет да где этот чип то есть любом случае надо выполнить эту миссию соответственно я сейчас сразу туда пойду там подремаю до выздоровления а потом так раз два достанет он от достает так хочу это я переключил а режим да тут разные режимы есть вот первый режим это прицеливание я указываю куда бить а второй режим вот еще с правой кнопкой на оружие классно это просто он сам решает куда бить так так сейчас я увеличу холодное оружие энерго оружие 18 ну да так что мне тут плазменный пистолет до одного места если конечно прокачать то там он ну там надо же по моему что же батарейки ядерные заряды так и что там по поводу гулия что-то говорил да на что среди разработчиков единого мнения нет по происхождению этих собственно говоря гулей один из разработчиков считает что что естественная причина гулификации людей это радиационное облучение но другой считает что это совместное воздействие и радиации и вот этого вируса которым я говорил который превращает не понял до 6 утра еще два часа вот этот вирус который превращает людей в супер мутантов тогда сохранить сохранить и в самой библии там тоже на самом деле особо нет тоже единого мнения в библии там номер 0 версия что это радиация и этот вирус а в библии номер 9 блин чё ты не можешь залезть блин да тут пока попадешь вот а библии номер 9 считается опять что только радиации естественная причина так вот отсюда я вы выйти вообще это пойму я не могу да поэтому мне сюда бесполезно а я здесь по моему только нашел вот этот пистолет значит мне надо идти вверх вверх никакие вещи не трогать найти спуск в то подземелье потому что но здесь есть вот вот это подземелье давайте открою карту и вот здесь спусками не вижу я щас вылезу вот здесь значит мне надо бежать наверху вот сюда куда-то или сюда да ладно но в целом какая разница точная причина квалификации самое главное что он в целом там это те люди которые попали под воздействие радиации да залазь ты ты чё прикалываешься так мне надо выйти надо найти спуск карта карту вниз что-то не особо попробуем посмотреть тут и тут что-то нет подождите вот это чё у нас канализационный люк у него никак не подсвечивается тут вроде ничего нету надо найти спуск надо еще найти люк опача вон супер мутант лари по ходу лари значит не можно поговорить но я сохранюсь вот этот супер мутант который коту в которых превращаются люди вследствие воздействия этого вируса если ты побеспокоишь босса тебе достанется да а вот канализация залезем ка сюда и походу вот оно это место да и вон там мы видим и походу здесь нам надо найти эти части так тут крысы сейчас крыс надо завалить натяну крыс уже с одного удара валятся это на уже хорошо если бы еще вот эти всякие крота крысы убивали с одного удара хотя вот с одного удара не убилось колоть свинк чё за свинк вам с куда фиговый свинг а чё еще есть колоть ну как это колоть хотя тоже пойдет и так масса взрослого гуля составляет всего 37-73 килограмма долговечная долгая жизнь гулей объясняется тем что под действием радиации или этого вируса в их организме произошли изменения на клеточном уровне и типа возможно был угнетен ген старости еще одна из версий что скорость и уровень воспроизводимости днк был увеличен так выход наверх но нам наверх не надо нам этот как его сет или как его звали не не с это лидер гули короче сказал что это в канализации значит нам надо здесь полазить и поискать эти запчасти ну и что-то вспоминаю где-то были какие-то запчасти так ладно идем чё на суд карта все верно там там мы были значит один так некрополя некрополь в переводе с греческого вроде бы это у нас город мертвых даешь елки-палки тяжело раненый я тоже щас буду тяжело раненым этого убили были промахнулся эти нормально бьют делаю ее у меня 13 жизней попробуем долбануть в гублин в голову 60 а если в правую ногу давайте-ка я попробую сохраниться сохранюсь вот здесь потому что потому что попробую голову промазанную и час ничего страшно у меня есть сохранял к и сейчас еще раз в голову на тебе в голову попал и и убил череп грызуна издает несколько неестественных звуков ну да получаю 252 опыта это хорошо сколько нам до следующего уровня еще 3 200 так крыса ну крыса то такое так надо отключить этот режим вот падла надо как-то полечиться размножение как же размножаются то есть там какой-то этот утверждает что гули стерильны судя по всему женщины бесплодны но гули мужчины сохранили некоторую потенцию и и и и возможно но пока ну по крайней мере я не видел гули детей возможно какие-то какие-то серии фоллаута что-то там добавят возможно аптечка первой помощи потому что здесь покрыта же очень малая часть соединенных штатов но если брать по территориям и соответственно если идти дальше то можно развиваться если кто-то сделает такой огромный мир еще и онлайн в котором бубы будут разные страны и и и и и ну проект довольно так конечно же сложный плюс очень много идей можно сказать так гасятся на этапе создания потому что часто бывает так что все упирается в коммерциализации типа надо надо побольше срубить бабла то есть нормальное желание когда хочется хочется заработать да это это самое бабло ну как бы уже не бабло а деньги но когда срубить побольше побыстрее это это я вам скажу уже чуть чуть не то на мой взгляд поэтому иногда вот это вот желание срубить бабу леса у как еще говорят может негативно сказаться на проекте в целом соответственно что соответственно 3 фоллаут играл 4 4 но там уже были такие немалые требования но я в принципе его запустил на минимальных он там что-то тормозил это самой первой версии и и и и даже не знаю движок остался тот же старый ну что и в третьем движок остался за что и в третьем чего-то нового ну да там добавили какие-то ролики там добавили возможность вроде бы строительства но такое не знаю я возможно следовало бы поиграть подольше и я похоже скоро сдохну возможно следовало бы поиграть подольше и игра бы что называется зашла но но не знаю так как игрок так как движок остался старым то чё-то чё-то у меня такое двоякие чувства вот по поводу gta gta down он он развивается там от выхода к выходу переделывается но может быть не весь движок но но немало переделок не трогай да не хочу эти трогать я хочу сейчас слайд блин у меня мало жизни как их можно кроме как поспать по моему никак ладно рискну я еще раз поспать потому что жизней всего лишь пять и было бы отравление я бы уже помер сейчас избег опять и этот лидер гулей особо торговать то что-то и не хочет так 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 давайте ка я тут вздремну блин а вреднее все меньше и меньше остается на выполнение этого квеста так 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 надо подумать и где бы где бы это мне водяной чип надо это говорит найди детали починию водяной на а найди детали а потом 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 надо починить какой-то там этот так 101 день остался ну давайте я сохраню принципе еще я думаю за 101 день этот принципе то есть и знать куда идти она очень быстро проходит проходится так вот игра игра да там это fallout 4 что-то там уже такое но я правда очень чуть-чуть играл так запустил попробовал что-то там построил ну и все может быть там дальше на развивалась но надо смотреть посмотреть что будет дальше будут ли новой версии потому что к примеру диабло возьмем крутая на свою ну это как бы классика киев и город fallout диабло там герои меча и магии классика почему потому что на тот момент когда не выходили подобного рода игры ну можно сказать ну как они были но но что-то не то что-то не то что-то было не доработано не доделано вот 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 и вот диабло если взять вторая ну классная штука конечно же разговором нет потом вышла третья здоровенный был конечно же ажиотаж там все такое сколько людей купила там проходили ночами там на работу не ходили хотя ее проходить там двое или трое трат три дня надо было а может и быстрее ну короче а вот они мусора походу вот это и есть детали до походу это скорее всего сейчас надо этому отнести и он не за это что-нибудь даст так вроде больше ничего нету подождите ка здесь есть еще второй спуск наверное надо как-то в него попасть а где я это сейчас я гляну эту короче это где-то еще вот и вышла 3 3 3 диабло это просто там все ждали потом все купили особенно там старые фанаты и на самом деле до особо требований у игры ну не было чтобы там был какой-то супер компьютер в принципе довольно средненький в принципе компьютер надо было сделано качественно вопросов нету по и по производительности по всему очень неплохо тари так сейчас к я сохранюсь бы мало ли чего этого отморозка на уме он же знаете там закидался этого и этим как их ну в спортзалах вот эту херню жрут как я называют блин ну короче нажрался знаете мало ли чем сейчас голову стукнет так походу где-то вот этот спуск вот здесь только как сюда попасть ладно пойду я этому отнесу этот мусор походу это и есть эти детали так так вот этот 3 диабло все круто но она проходилась и дальше дальше и дальше все никакого интереса во второй я было там были доработанные версии там то ли аматорами то ли нет но там можно было проходить там в определенных локациях выпадали определенные только в определенных локациях определенные вещи это из них собирались сеты наборы брони то есть это диабло можно было проходить заново и заново а вот в 3 как-то уже не знаю ну чуть-чуть не то упор на деньги ну и вот это не извечное знаете там что называется нерфы сначала один тип крутой всех бьет да вот они так но похоже тебе будет на некоторых деталям вот тут несколько книг пожалуйста почини наш насос книжки дело в том что я уже собрал раньше может быть тут еще какие-то книжки валяются и это диабло то есть она проходила ся дальше тупо там ты проходишь ну по нарастающей какие-то там подземелья ты их проходишь а вот электроника надо прочитать так вот нет вот так я забыл как их читать использовать 1 использую 2 дальше дальше я еще вот эту книжку прочитаю навыки ремонт ремонт у меня 38 давайте посмотрим насколько увеличится тайды как заканчивается ну быть такого не может 38 он а 44 так чем не теперь надо сделать мне надо терпать починить да этот чип ой насос этот у а где он я его вроде видел только как туда добраться только как туда добраться и это диабло попсела то есть одно все и тоже сильнее монстры это короче все но когда по кругу не знаю может конечно особые задроты играют в нее но а фишка в том что она быстро проходилась эта игра да можно было играть совместно с товарищами но она быстро проходила и с полностью и все и даже никакого продолжения дальше добавлялись какие-то персонажи на новые умения а потом один резался знаете это моим и мои мысли когда-то где-то что-то режут по характеристикам потому что это мол там супер короче крутой персонаж или навыки так вот когда что-то режется значит но это мое мнение это один из способов заставить игроков качать другие вещи но друг других персонажей то есть получается человек постоянно втянут в эту игру и играет 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 вот потом порезали якобы это был очень крутой там персонаж и давайте-ка порежем и другому что-то там добавим и все переключаются начинают качать другого и получается люди играют играют безвылазно ну такое мое мнение так ты не выглядишь как гуль о чем сказать просто я сегодня при параде как видишь и не знаю поверил он ладно это шутка так это их не босс что тебе от меня надо дождемся как только ты станешь одним из нас не могу же я иметь лично изначально чистого человека упустить возможность сделать из него одного из избранных с одним условием давай поразить так я хочу мешок 7 я хочу прежде чем вы занимаетесь что он хочет местоположение я не скажу и вы меня не возьмете не это сейчас сразу боня начнется это это эй друг я понял он сейчас за мной будет ходить чтобы ну тру 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 так 23 08 а чё я чё я уже нашел это все и сохранил вроде да так давайте я прибой некрополь починить починить да починить как ему починю если там этот беспредельщик блин а где он а тут а чуть делать чуть делать попробовать еще раз так я сейчас выбрал просто другой вариант а диалога сказал что я гуль особенно нормального нормального вести клуб но я не нормал ты не гуль ты не кто же ты я из новой расы супер мутантов нет не то неправильный ответ а может с этим поговорить что-то он скажет мне не он нифига не говорит а сюда залезть я больше вроде никак не могу не как более на время то идет так опять я при параде что ты тут делаешь я робот последнего поколения более на работ после пока не тоже никак не так ладно давайте тогда наверное на сегодня все на сегодня все в следующем видео уже можно будет поговорить не знаю чем но о чем то можно будет поговорить историю фоллаута я рассказал ну а дальше чем-нибудь порассуждаю а вот поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки ну и все такое всем пока